Всем доброго дня! Изучаем английский язык по учебнику Spotlight 6 класс. Задание первое. What are you going to do this weekend? Что вы собираетесь делать в этот выходной? Use the pictures to tell your partner. Используйте картинки, чтобы рассказать это вашему партнёру. Вот картинки. Have a party – устроить вечеринку или побывать на вечеринке. Play basketball – играть в баскетбол. Go shopping – пойти за покупками. Fly to Rome – лететь в Рим. Have a picnic – устроить пикник. Visit the art gallery – посетить галерею искусств. Ну, или художественную галерею. Go skiing – кататься на лыжах. И вот пример, как вы должны говорить. I'm going to have a party this weekend. Я собираюсь устроить вечеринку или побывать на вечеринке в этот выходной. I'm going to go shopping this weekend. Я собираюсь пойти за покупками в этот выходной. I'm going to play basketball this weekend. Я собираюсь играть в баскетбол в этот выходной. I'm going to fly to Rome this weekend. Я собираюсь лететь в Рим в этот выходной. I'm going to have a picnic this weekend. Я собираюсь на пикник в этот выходной. I'm going to visit the art gallery. Я собираюсь в художественную галерею в этот выходной. I'm going to go skiing this weekend. Я собираюсь кататься на лыжах в этот выходной. B. What did you do last weekend? Что вы делали в прошлый выходной? Чтобы говорить о том, что мы делали в прошлый выходной, надо вот эти вот глаголы ставить в прошедшее время. И тут надо помнить, что глаголы делятся на правильные и неправильные. К правильным глаголам добавляется окончание –иди. Вот здесь таких глаголов два. Play и visit. То есть я играла в баскетбол или я играл в баскетбол в прошлый выходной. I played basketball last weekend. Я ходила в галерею искусств в прошлый выходной. I visited the art gallery last weekend. А глаголы неправильные, вот они, have, он поменяется на had. I had a party last weekend. Я была на вечеринке в прошлый выходной. I had a picnic last weekend. У меня был пикник. Или я была на пикнике в прошлый выходной. Вот go, он в прошедшем времени превратится в went. I went shopping last weekend. Я ходила за покупками в прошлый выходной. I went skiing last weekend. Я ходила кататься на лыжах в прошлый выходной. И fly – это тоже неправильный глагол, он превратится в flew. I flew to Rome last weekend. Я летала в Рим в прошлый выходной. Задание второе. Reading – чтение. Listen and read the email below. Послушайте и прочитайте email снизу. Давайте прочитаем. Dear Sue, дорогая Sue, thanks for your email. Спасибо тебе за твое письмо. How are you? Как ты поживаешь? Что касается меня, я ожидаю с нетерпением сказочного семейного выходного. Мои братья собираются быть здесь в субботу утром. У мамы и папы есть некоторые поручения, которые нужно выполнить утром. Так что они собираются приехать где-то около полудня. We are going to have lunch together at a restaurant. Мы собираемся пообедать вместе в ресторане. Днем мы собираемся посетить художественную галерею, потому что мама хочет посмотреть картины там. Вечером мы собираемся наслаждаться представлением в местном театре. В воскресенье утром мы собираемся за покупками, потом на пикник в Шервудский лес, перед тем, как придется возвращаться домой после полудня. Well, I think that's about it. Ну, я думаю, это все. How are you going to spend your weekend? Как ты собираешься провести свои выходные? Write soon. Love, Jane. Напиши поскорее, с любовью, Jane. How many of the activities in the pictures are mentioned? Сколько действий на картинках упоминается вот в этом вот письме? Упоминается. Go shopping. Ходить за покупками. Visit the art gallery. Посещение галереи искусств. Have a picnic. И пикник. What is Jane going to do on Saturday, Sunday morning, afternoon, evening? Что Jane собирается делать в субботу, воскресенье утром, днём и вечером? Она собирается посетить галерею искусств. Saturday evening, суббота-вечер. She is going to go to the local theater. Она собирается пойти в местный театр. Sunday morning, воскресенье утром. She is going to go shopping and then she is going to have a picnic. Она собирается пойти за покупками, а потом на пикник. И Sunday afternoon, воскресенье, день. She is going to head back home. Она собирается возвращаться домой. Грамма. Грамматика. Linkers. Связки. Задание третье. Rewrite sentences to, for, using because and so. Перепишите предложения, второе и четвёртое, используя because, потому что, и so. So можно перевести because, это потому что. Читается because. А so можно перевести как поэтому. А вообще-то так. Переводится тоже. И вот пример. Первое предложение – это пример. I live quite far. Я живу совсем далеко. I am going to be late. Я буду поздно. Вот мы переписываем предложение. I am going to be late because I live quite far. Я буду поздно, потому что я живу далеко. I live quite far, so I am going to be late. Я живу совсем далеко, поэтому я буду поздно. Result. Результат. То есть я живу совсем далеко, в результате этого я буду поздно. Второе предложение. I have some errands to run. I am going to see you later. У меня есть несколько поручений, которые надо выполнить. Я увижусь с тобой поздно. Поэтому я увижусь с тобой поздно. Итак, второе. I have some errands to run. I am going to see you later. У меня есть несколько поручений, которые надо выполнить. Я увижусь с тобой поздно. I am going to see you later, because I have some errands to run. Я увижусь с тобой поздно, потому что у меня есть несколько поручений, которые надо выполнить. I have some errands to run, so I'll see you later. У меня есть несколько поручений, которые надо выполнить, поэтому я увижусь с тобой поздно. Третье. Она не придет на вечеринку, потому что она больна. Она больна, поэтому она не придет на вечеринку. Четвертое. He's got a broken leg. У него сломана нога. He's not going to play basketball. Он не будет играть в баскетбол. He's not going to play basketball because he's got a broken leg. Он не будет играть в баскетбол, потому что у него сломана нога. He's got a broken leg, so he's not going to play basketball. У него сломана нога, поэтому он не будет играть в баскетбол. Study skills. Навыки обучения. Brainstorming for ideas. Придумывание идей или воплощение ваших идей. Before writing, brainstorm for ideas. Перед тем, как писать, придумайте идеи. Write your ideas down, then choose the most important ones. Запишите ваши идеи, а затем выберите самые важные из них. This helps you organize your writing. Это поможет вам лучше организовать написанное. Письмо о ваших действиях в выходные. Задание четвертое. Brainstorm for ideas to complete the spidegram with the activities you and your family are going to do this weekend. Придумайте идеи, чтобы заполнить вот эту диаграмму действиями, которые вы и ваша семья собираетесь делать в эти выходные. Saturday, суббота, Sunday, воскресенье, afternoon, день, evening, вечер, morning, утро. И тут тоже самое. Morning, утро, evening, вечер, afternoon, день. И вот пример. Play basketball. Играть в баскетбол. То есть в воскресенье утром играть в баскетбол. Ну, можно сказать Saturday afternoon, суббота, день, go shopping. Идти за покупками. Задание пятое. Which sentences are opening? O. Closing. C. Remarks. Какие предложения открывают, а какие закрывают высказывания. Ну, если нормально по-русски, то с каких предложений мы начинаем разговор или наше письмо, а какими мы заканчиваем разговор или наше письмо. Итак. I must go now. Я должен идти сейчас. Или я должна идти сейчас. Этим обычно заканчивают. Поэтому первое это C. Closing. Второе. It was nice to hear from you. Рада тебя слышать. С этого лучше начать. Но, конечно, можно сказать, была рада тебя слышать. И тогда этим можно и закончить. То есть, вообще-то, можно и этим открыть, и закрыть наше письмо. Но мы напишем C. Третье. Well, I think that's about it. Ну, я думаю, на этом все. Это, конечно же, C. Четвертое. How are you? Как вы поживаете? Ну, это вообще приветствие. Поэтому O. Пятое. Thanks for your email. Спасибо за твое письмо. Тоже O. С этого начинают разговор. Шестое. I haven't heard from you for ages. Давно ничего о тебе не слышала. Тоже, в принципе, можно с этого и начать. Поэтому O. Седьмое. Write soon. Напиши скорее. Это C. И восьмое. Well, that's all for now. Ну, для начала это все. Или просто это все. Это C. B. Portfolio. Use your answers in exercise 4 and 5a to write a short email to your friend about what you are going to do this weekend. 50-60 words. Используйте ваши ответы в упражнениях 5 и 4, чтобы написать короткое письмо своему другу о том, что вы собираетесь делать в эти выходные 50-60 слов. Ну, конечно, взять надо за основу вот это письмо, которое мы читали. Вот какое письмо у нас может получиться. Дорогая Саша или дорогой Саша. Спасибо тебе за твое письмо. How are you? Как ты? I'm fine. Я хорошо. Мои мама и папа собираются на нашу дачу на выходных. Мы собираемся встать рано, в субботу утром. Позавтракать. И потом мы собираемся ехать на машине на нашу дачу. Перед этим мы собираемся в магазин, в супермаркет, чтобы купить еду и много разных вещей для нашей дачи. In the afternoon at the dacha, we are going to grill kebabs and meet friends. Днем на даче мы собираемся жарить шашлыки и встречаться с друзьями. Well, I think that's about it. Ну, я думаю, на этом все. How are you going to spend your weekend? Как ты собираешься провести свой выходной? Right soon. Напиши поскорее. Маша.